В областной Ассамблее народа Казахстана прошло заседание Совета ветеранов. За круглым столом обсудили послание президента. Говорили о роли государственного языка, а еще о культурном и историческом наследии. Точнее, как его сохранить для будущих поколений. Алишер Ашимов продолжит. Государственный язык является одним из ключевых приоритетов культурной и образовательной политики государства. Важную роль в этом направлении играет Ассамблея народа Казахстана. Это в очередной раз подчеркнул в своем послании президент страны Касымжимар Тукаев. Казахский язык по праву становится языком образования и науки, культуры и делопроизводства. В целом он последовательно расширяет сферу своего применения. Это закономерное явление. Поэтому нет оснований говорить об ущемленном положении казахского языка. Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен приложить все усилия к изучению государственного языка. Это и есть одно из проявлений настоящего патриотизма. Затронули члены Совета еще несколько вопросов. Обсудили социальное положение казахстанцев и качество образования. Сегодня старшее поколение беспокоено тем, какое образование получат их внуки. Есть и ряд других важных направлений. Задачи поставлены. В регионе взяли курс на их выполнение. Я хотел бы отметить еще одну такую деталь, поскольку 10 сентября мы проводили в области 8-ю североказахстанскую областную отчетно-выборную ветеранскую конференцию, где поставили задачи до 2025 года. Мы постараемся скорректировать, поскольку всего лишь 10 дней прошло после его принятия. Естественно, мы скорректируем, доведем до всех наших структурных подразделений. Это 14 территориальных советов ветеранов. Говорили за кругом столом и о реализации комплексного плана социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы. Алишара Шумовку, Анар Абдрахманов, Новости МТРК.